Это проектор очень сильно, я не вижу зал. Добрый вечер. Итак, спасибо. Веда означает знание. Сегодня мы больше и больше обращаемся к знаниям, к науке. Все у нас уже есть, у нас есть какое-то образование, у нас есть какие-то процессы, привычные для нашей жизни, деятельность, есть какое-то направление нашей цивилизации, есть политика, есть экономика. То есть нельзя сказать, что мы потеряны, мы знаем, что нужно делать, от чего мы зависим, что-то мы понимаем в жизни, ну и также чего-то мы не понимаем. То есть это как раз говорится в Ведах, что есть доступное знание для нашего разума и чувства, есть недоступное знание. И с точки зрения высшего знания мы выглядим по-другому совершенно. С точки зрения обыденных вещей все понятно, нужно есть, средства пропитания, выживания, нужна работа, нужен какой-то кров, дом, крыша, квартира, удобство должно быть там. Обязательно должно быть. И также необходимо как-то семью содержать, детей воспитывать, это тоже необходимость. Хочешь, не хочешь, все это надо делать. И как нужно защищать еще все это от каких-то неудач в жизни, или врагов, или стихийных бедствий, или несчастья, или болезни, или от чего-то еще. Вот это четыре вещи, доступные для понимания всех живых существ, даже животных. Да, не требуется какого-то большого образования, все они уже знают, они уже знают интуитивно, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться. Четыре вещи эти доступны любому биологическому виду, то есть знание есть у всех. Но, с другой стороны, мы не знаем, зачем все это. Вот человек, он задумывается все равно, вроде бы он знает, что это надо делать, но этого мало. Но не хлебом единым жив человек, говорится. У нас какая-то есть потребность очень настоятельная, познать больше. Именно что касается себя, вот себя познать, сделать счастливым, себя сделать совершенством, ввести какое-то могущество, сверхзнания, сверхцели мы ставим какие-то. У нас такое сильное стремление. И сегодня мы понимаем, что нужна наука. С точки зрения высшей науки, как мы говорили, мы выглядим совершенно по-другому. Мы не знаем, что хотим. Мы живем, но не знаем, чего мы хотим. Потому что, что бы мы ни имели, мы не очень счастливы, нам чего-то не хватает. Мы не знаем. Иди туда, не знаю куда, и ищи, найди то, принеси то, не знаю что. Вот очень похожая вещь. Если мы задумываемся о совершенстве жизни, о смысле жизни, то само понятие совершенства не определено. На что такое совершенство? Я стремлюсь к совершенству. То есть, если меня спросите, что такое совершенство, я могу и не знать об этом. Так я ищу то, не знаю что. И иду туда, не знаю куда, я просто живу и жду, что-то может произойдет. В слепом поиске. Это картина Брейгеля Питера Пауля. Германское возрождение, насколько помню. Классика голландская. Есть известная картина. Это физический сюжет. Слепые идут за слепым поводырем. Все там слепые, изображены. Они держатся друг за друга. Нужен поводырь. И впереди главное лицо тоже слеп. Сегодня странная жизнь. Нас лечат больные доктора. Нас учат учителя, которые не знают высших истин. Странная ситуация. Мы рождаемся у родителей, которые, может быть, не очень хотели нас. Так тоже случается. Странное какое-то существование у нас. Что же происходит? Мы обращаемся к ведам. Что происходит? Карма бандана. И санскритский термин, точно определяющий эту ситуацию. Карма бандана. Мы вынуждены делать что-то даже бездумно. Вынуждены делать карма бандана. Как это так случилось? Я бы хотел быть свободным человеком. Как птица. Которая не работает. Никаких нет предприятий, заводов. Она свободна, как Францис Азийский говорил. Посмотрите, какие птицы свободные. Посмотрите, какие они счастливые. А почему человек не может так? Так радоваться жизни, чувствовать свободу и счастье. Карма бандана, говорит Совета. Создавать путы, препятствия может только человек. Именно человек разумный. Гомо-сапиец. Гомо-сапиец. Животные не создают кармы. Деревья не создают кармы. Птицы не создают кармы. Они живут, как мы сказали. Они знают, что есть еда, есть солнце, укупление, оборона. И у них есть, естественно, энтузиазм жить таким образом. И они как бы удовлетворены такой жизнью. Почему? Называется счастье в невежестве. Они лишены разума. Избыточного разума. Человек награжден то ли на свое счастье, то ли на свои страдания, на свое несчастье. Избыточным разумом. Избыточный разум, не занятый едой, сном, с укуплением обороны. Не поглощенный, а еще сверх того, который думает, а почему я должен все это делать? А что за устройство такое? И почему жизнь полна каких-то проблем? Это избыточный разум. Вот, если вы пойдете по Тюмени, не найдете ни одну собаку в городе, которая бы сидела и думала, почему жизнь такая собачья? Ну, нет у нее такого избыточного разума. Ну, даже если побили где-то ее, она тут же как-то приходит в себя и тут же занята, что-то там находит, что-то нюхает, куда-то смотрит. Не будет слишком помнить это, переживать. Нет у них психических расстройств, нет сумасшедших домов у собак и у животных. А у нас горе от ума. Избыточный разум, который не находит ответа, это проблема. Если мы живем бездумно, это проблема. Потому что этот разум не дает нам покоя. И как же это все перевести в порядок в себе, чтобы я просто мог нормально, спокойно жить вообще? Да? Как же его сгармонизировать, этот разум? Ну, и если человек не находится на какой-то высокой духовной платформе, он ничего не остается делать, как только принимать интоксикации регулярно. И какую-то остроту жизни почувствовать. Особенно это сексуальная жизнь. Особенно внебрачная сексуальная жизнь. Остроту жизни передает вот эти вот романы. А что еще? Ну, может быть, преступная деятельность тоже. Может, экстрим. Люди прыгают там откуда-то, с каких-то скал, с гор. Это планы делают. Или наиск идут, чтобы как-то ощутить какую-то жизнь. Адреналин в крови. Что-то вот ощутить нестандартное. Рискуют жизнью, чтобы... Сегодня я сделал эксперимент буквально накануне. Ученых сейчас стоит много экспериментов над людьми, чтобы понять многие вещи. И приглашают человека, нескольких людей. Они не знают, чем эксперимент, понятия не имеют. И такое небольшое устройство на столе с красной кнопкой предлагают нажать рукой. И человек так, берет и нажимает. Бабах! Током его ударил. Вот это да. Такой эксперимент. Ну ладно, шок. Хорошо. А задача экспериментаторов заключается в том, что затем его сажают в одиночную камеру. Совершенно монотонную комнату. Без каких-то лишних предметов. Ничего там нет. Там может только сидеть, столик, все. И спрашивают до этого. Вы хотите еще раз нажать на эту кнопку? Хотите еще раз почувствовать удар током? Он говорит, нет, нет, я не хочу, нет. У меня до сих пор рука болит. Нет, нет, спасибо. Не хватит ни этих экспериментов. Один раз вы меня уже подставили, больше не хочу. Все. И теперь в эту комнату им предлагается посидеть полчаса. Полчаса. Одному в тишине. Без всякого разнообразия. И на столе стоит этот приборчик с кнопкой. Все. Время пошло. Камеры включаются. Минуты не прошло. Как человек начал ходить туда-сюда. Ему скучно, скука, скука. И тут выясняется, что сильнее. Скука или боль? Скука сильнее. Более. Уже через минуту он нажал. А! И как-то уже смеется. Ему интересно. Наживает как-то, понимаете. Уже не скучно. Жить можно. От скуки мы ругаемся часто. Просто от скуки. От скуки перерываем всякие там каналы, всякие штучки, 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 штучки. Скука, скука, скука. Обыденная жизнь. От скуки лезем куда-то в риск. А что такое скука? Это я. Один. С пустым сердцем. Пусто. Зеро. Ноль. Как только я стою в одиночестве, скучно. Ну ладно, близкий человек есть, но уже через короткое время мы так хорошо уже знаем друг друга, все уже наперед знаем, что сейчас скажет, что сейчас зевнет там куда-то пойдет, это все уже отрегулировано. Годами, если мы живем, скука опять. Ну ладно, детей заведем, но это то же самое, только во множестве. Не меняется ситуация, мы все равно сталкиваемся со скукой. Пустота внутри, это называется карма бандана. Что это такое? Карма означает деятельность, бандана – путы деятельности. Мы создаем путы своей деятельности и чувствуем себя беспомощными, как шелкопряд, он путывает себя, это труд, он трудится, но он потом оказывается внутри этого кокона связанный. Карма бандана. И уже мы не знаем, как жить дальше. Как это изменить, как это улучшить, мы попали в эту ловушку, собственно, устроенную нами, эту цивилизацию, где нужно с утра идти на работу, тяжело трудиться. Это описано в Бхагавата Пуране древними-древними мудрецами за многие тысячи лет до вот этой современной цивилизации. Что будут делать люди, создавшие материальную цивилизацию? Вы знаете, в материальной цивилизации не было такого понятия раньше вообще. Это не цивилизация, это карма бандана. Это путы. Что они будут делать? Рано утром просыпаются, идут на работу. Вот так они будут себя вести. Есть деньги, будут работать, тяжело. Буквально как осел может вьючь на работу человека. Тяжело. Хочешь, не хочешь, надо работать. Карма бандана, куда деться? Путы. Я вынужден это делать. Значит, уволятся с работы, денег не будет, всеми поделим. Надо работать. Надо вовремя быть еще. Дисциплину, врач начальства. Надо, надо, надо. Иначе. Опасно. Карма бандана. Я связан. Я не свободен. Я работаю тяжело. Потом что? Я прихожу домой вечером. Принимаю ужин, приготовленный моей женой. Наложимся спать. Вступаем в сексуальные отношения. Утром рано поднимается, идет на работу. Работает тяжко. Вечером снова придет, отдыхает, принимает ужин. Ночью занимается сексом. Снова поднимается утром, идет на работу. Я могу продолжать так. Сто или сколько? Тридцать-сорок лет. Раз в неделю. Ну, два вне, выходные. Раз в год отпуск. Это карма бандана. Удивительная вещь. При этом он даже не знает, зачем все это нужно. И тут дается пример древними. Это не мой пример. Вот когда я это изучал, мне было очень больно за себя и за вообще это устройство. Ведь несчастье, знаете, человек попадает, и он становится беспомощным. И как выбраться? И тут его сравнивают буквально, начинают со словом. С личным животным. Так же трудятся, посмотрите, одинаково. Ну, здесь таких примеров нет. Мы создали цивилизацию, где работают машины, янтры. А вообще изначально не было такой цивилизации, как мы сказали. Была природа. Природная цивилизация. Было другое направление мысли и цели. Люди понимали, зачем нужна природа именно. А сейчас не понимают, зачем нужна природа, и просто подчиняют ее себе. А зачем она нужна еще? Да просто подчинитесь, сделайте из нее асфальт. Ну, что там. Для удобства, для себя. И вот этот осел, он тяжело работает. Скажем, когда мы были в Индии, мы видели вот такие вещи в Южной Индии, в каких-то местах еще до сих пор используют не машины, а животных, чтобы работать. Ослик. Вот такое маленькое существо с большими ушами. Кстати, они очень симпатичные и добрые животные. Ну, правда, иногда кричат страшно, но отвлекаются. А так они хорошо устроены для эксплуатации очень. Два качества. Это созвучно будет. Если мы эти два качества имеем, нас тоже будут эксплуатировать. Это глупость и упрямство. Вот в сочетании очень хорошее качество для эксплуатации человека человека. Поэтому речь идет о знании, освободиться от этой глупости и осленного упрямства. Итак, поскольку он упрям, на него можно наваливать большой груз. Чем больше вы давите на осла, тем больше он сопротивляется. Будет держать это упрямство его. Просто упрямство. Не то, что он знает, надо работать, знаете, нет. Тут хозяин, тут работа, тут нужно что-то. Нет, просто его природа, осленное упрямство. Он будет держать и терпеть все это. И теперь проблема, чтобы его сдвинуть с места. Он должен пойти же куда-то, отнести этот груз. Он не поймет, что вы хотите от него. Поэтому используйте его глупость. Тут упрямство, здесь глупость. Вы просто берете пучок травы, здесь же срываете, вот перед ним. Показываете, и он пошел. Если захотите его сдвинуть, невозможно. Очень сильное животное упрямое. Он должен сопротивляться. Но морковка, что-то такое. Ему невдомек. Зачем так тяжело трудиться, слить? Травы полно вокруг и так. Он говорит, я завяжу от хозяина. Он очень добрый. Это называется эксплуатация. Карма Бандана. И мы создали цивилизацию, где мы сейчас не можем отойти. Лев Толстой говорил, что мы сделаем? Что мы строим вообще? Мы строим какой-то конвейер удобств. Конвейер. Целые механизмы придумали. Заводы, другие. Сейчас столько у нас планов. Самолеты уже полетели. Поезда уже пошли. Куда? Зачем? Мы строим конвейер удобств. Но включив кнопку, нажав кнопку этого конвейера, мы не знаем. Мы не можем отойти от него. Он нас занимает, и мы не можем теперь отойти. Мы потеряли свободу. Толстой еще говорил тогда, в начале прошлого века. Он уже предвидел все эти вещи. Любой мудрый человек предвидит будущее этой цивилизации. Она разрушится. Любая материальная цивилизация, ее будущее разрушает. Символ этого – змея, закладывающая свой собственный хвост. Изображается. Поглощает собственную энергию. Уничтожает саму себя. А обычно в результате появляется какое-то очень сильное оружие, угрожающее всему человечеству, всему живому. В результате. Потому что карма Бандена порождает неудовлетворенность. А в чем причина недовлетворенности? А мой сосед, понимаете? Вот в чем причина недовлетворенности, несчастья. Или вот моя жена, вот она угробила мою жизнь. А я считаю, что во всем политика виновата. А я думаю, знаете, вот экономические проблемы. Воров много очень. И мы об этом только и слышим, только и слышим, только и слышим, только и слышим. А причина заключается в том, что мы попали в сложные обстоятельства индивидуально. Каждый сам себя. Скажите, а я тут, при чем? Я родился в этом цели. Это что, виноват, что ли? Нет, нет, простите. Веда объясняет. Это очень хорошо. Никогда не указывайте на причину своих страданий. Так вы становитесь негодяем, говорит. Вот такая вот строгая философия мудрецов. Комфорт приводит к сознанию негодяя. Он отвратителен. Потому что в комфорте человек начинает чувствовать неудовлетворение и быть раздражительным по отношению к любому живому существу. Муха хлопаю. Что тут леталось вообще? Вот как мы себя ведем в комфорте. Если люди на телегах раньше передвигались, то они сталкивались иногда, что-то еще. Ничего страшного. Сейчас у нас Mercedes-Benz. Попробуйте там насарапать здесь балывайся. Это трагедия будет для хозяев. Это уже совсем по-другому воспринимается. Малейшее неудобство вызывает раздражение. Малейшие вещи. Мы сделали пульты, мы сделали телевидение, мы сделали кондиционер, и нам только остается кнопку нажать. Но дошло до того, что я сижу в кресле и прошу с полтора метра подай мне, пожалуйста, пульт. Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет Жванецкий шутил. Это как мы устроили цивилизацию. А, собственно, что такое цивилизация? Эта карма-банда? Чем она нас так привлекает? Да, есть удобство, вы правы. Я тоже думаю, что это необходимое удобство. Какая-то чистота и сантехника. Вот это было большое. Большой прорыв в цивилизации. Я помню, как в наш быт пришла сантехника. Мы жили на севере Сахалина. Я еще в школу не пошел, помню. И туалеты были на улице. Двухэтажный подъездный домик. Все садились, знают друг друга. Туалет на улице общий. Вот там мы утром все встречались, здоровались, сидя вот на этих вот гнездышках. Даже перегродок не было. Только одна была, где мужская и женская. И там все было слышно. И даже там переговаривались. Использовали газеты. Вот так мы жили. Вот так. И вдруг унитаз. Представьте себе. Революция. Унитаз. В квартиру прям туда. Я помню, как этот унитаз перевернул все вообще. Унитаз. Потом телевизор появился. Но что еще можно подчеркнуть? Чулки. Я носил чулки, когда ходил в детский садик. Это была морока. Вот хорошо, что ордились позже меня. А сейчас есть эластик. А тут вот одеваете чулки. И колени сразу оттягиваются. Ну как хэбэ это вот. Тут же растягивается. И нужно найти заклепки еще одевать сюда. И пристегивать, чтобы чулок держался как-то. Ой, какая морока была чулки эти носить. Вообще любые штаны и носки. Они все сползали и так. И мялись. Постоянно нужно было гладить. Я помню, с одеждой была большая проблема. И тут нейлон открыли. По-моему, Япония первая стала уже производить такие вещи. Мой отец однажды принес подарок матери. Это я помню хорошо почему-то. Черную гофрированную юбку. Мелкая-мелкая такая гофрированная юбка. Идеально отглаженная. Каждая вот стрелочка. Она поразилась. Ой, японская одежда. Это вот потрясающая. Черная такая гофрированная юбка. Отец ее так показывает. Мать такого в жизни не видел вообще. И он берет ее так, все сминает в кулак. Она что-то делает, ты ее все помьешь. Отпускает она. Фух, расправляется. Идеально. Не мнется. Вообще гладить не надо. Вот это цивилизация. И мы не понимали, что это все окажется кармабанданной. Все эти удобства, в которых мы так зависим. Мы же боимся потерять именно комфорт и удобство. Вот чего мы больше всего боимся. Условия, которые мы сами создали, в которых мы страдаем. Раньше мы страдали на телегах, сейчас страдают в Мерседесах. Если кто-то не хочет в Мерседесе страдать, может страдать в самолете или в поезде. В хорошей квартире или в плохой квартире. Но виды говорят, вы не избежите страданий в этом мире. Они тройственные. И они закон этого мира, в котором мы находимся. Вот этого мира. Три вида страданий. Атхи. Баотика, Атхи-дайвика и Атхи-атмика. Даже есть санскритские термины, видите. Мы это изучаем. А что мы с этим можем поделать? Атхи-дайва. Атхи означает от слова ад. От этого слова, вернее, ад используем. Зависимость. Мы не хотим быть зависимыми. Зачем в ад попадать? Я хотим быть свободными, чтобы наши желания исполнялись, как вот я бы хотел жить. Но вот Атхи-дайва. Дайва означает природа. Мы зависимы от стихии природы. И, конечно, природа нас поддерживает, но также она доставляет страдания. Какие стихийные бедствия, сезоны года, жара, холод, землетрясения, ураганы, наводнения. Они циклируют постоянно. То там, то здесь есть какие-то неудобства. Иногда жарко, иногда холодно. На улице зимой здесь ад. Никто на улице не выживет. Должны строить дома, утеплять их. Это все от Хи-дайва. Мы вынуждены так поступать. Столько усилий тратили. Знаете, когда мы в Индию первый раз поехали, мы не увидели там даже стекла на окнах. Просто ставни там или какие-то сетки. Все там тепло. Нет нужды в отоплении. Как-то легко построить дом, оказывается, там. Это очень просто и легко. Потому что другой климат. И уже, смотрите, сколько беспокоистов уходит. Но здесь другие условия. Здесь нужно утеплять. Здесь нужны источники энергии. Тут нужно много усилий, чтобы спастись от зимнего холода. Но в Индии при этом есть жара. Мы были в самом жарком месте планеты, где живут люди. Это Вриндаван, Матхура. И район Гавардхана как раз. Где летом он сейчас. Плюс 60 в тени. Представить не можете, что это такое. Что это за климат. И раньше там не было кондиционеров. Люди жили там. До сих пор живут. Я знаю. Если там жара начинается в Индии, мы с вами скажем, надо на это время отсюда уехать. Невозможно. Это невозможно. Это называется Адхи-дайва. Тут мы как бы бессильны. Почти бессильны. Адхи-пута. Зависимость от других живых существ, которые также могут нам приносить беспокойство, даже страдания. Насекомые могут нам причинять беспокойство. Колорадские жуки или клопы, или комары, или осы. Мухи беспокоят нас. Животное. Собака может облавить, напугать. Это все Адхи-пута называется. И особенно человеческие наши отношения очень ранимы мы. Мы очень зависим от хороших отношений. Если нас оскорбляют, или унижают, или физически доставляют неприятности, мы страдаем от этого сильно. Человек от человека страдает больше всего. И Адхи-атма. Это страдание от собственного тела и от ума. Адхи-атма – это я. Вот мы вглубь себя должны пойти. Так это я источник страдания, оказывается. Первый. Мое тело, смотрите, оно. Вот мы можем сидеть здесь час-два, но если мы сейчас обратим на тело, оно всегда испытывает какие-то неудобства. В любом положении. Долго не может находиться. Есть также здоровье, область здоровья. Там множество страданий. Да, если мы заглянем, скажем, это и клиники, там онкологии, там или кардиологию, мы увидим, Боже мой, мир страданий. Это тело, храм болезней. Это шок можем получить, если не видели таких явлений. То есть очень много страданий. Если мы рассмотрим вот просто один маленький мизинец этого тела, для чего он предназначен больше? Для счастья или для страдания? И выясним, что он больше предназначен для страдания. Сколько можно извлечь счастья из одного мизинца? Можно потереть его немножко, помассировать. Можно в теплую воду. Тоже ничего. Что еще можно? Почесать. Можно под ногтем немножко так вот поцарапать. Можно погрызть ноготь тоже. Что-то можно извлечь такое. Какой-то интерес есть. А сколько можно страданий извлечь из этого мизинца? Возьмите маленькую иголочку и под ногтем. И вы всю ночь будете с этим мизинцем. Если представить, сколько можно извлечь страданий? Больше, 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 больше. Так для чего же это тело предназначено в большей степени? Для страданий, говорится. Атхиатма и ум. Потрясающие вещи. С ума сойти можно. С ума сойти можно. С собственного ума, от себя самого. Начиная со скуки, это уже форма страданий. И вот эти вот вещи, взаимоотношения, которые у нас не получаются, или получаются с трудом, и как жить в семье, это тоже полно беспокоя, столько сложностей. Один космонавстровский, мы с ним познакомились год назад, под Москвой. На фестиваль он был приглашен тоже. Я его спрашивал про космос, он там полгода был на орбите, 450 километров над Землей. Кстати, интересно, он задал вопрос, когда мы сделали с ним фильм, диалога, то по традиции этого диалога гость, приглашенный, должен в конце задать вопрос следующему гостю. Ну, таково условие этого диалога, который продолжается. Следующий гость, который приглашается, ему этот вопрос так же передается, как бы заочно от предыдущего гостя, и тот должен ответить на него. Интересный вопрос задал космонавт. А вы уверены, сказал он, что Земля круглая? Такой вопрос он задал. Когда мы спросили, а ты же видел там? Ты же был на орбите? Он говорит, ну, там непонятно. Не такая же большая высота. Там размах горизонта, это только можно видеть Австралию от горизонта до горизонта, это 450 километров. Все. Можете понять, перед вами плоскость или шар. Невозможно это определить. То есть у него залились некие сомнения. Но суть не в том. Я, конечно, спросил, как это вот вылет был на орбиту, что он там испытывал, можно было все эти вот штучки там, что это за корабль был, ну, какие-то технические вещи, невесомость, ну, что обычно интересуются люди о космосе, какие необычные есть стороны космоса. Но он к этому относился банально. Ну, да, вылетели, ну, да, невесомость, ну, ничего необычного в этом нет. А что же было необычного в космосе? Я же вижу, что перед мной человек необычный. Он вообще сказал, что сознание меняется коренным образом. Меня космос сделал добрее, говорит. Вот нужно бы понять, почему, как это произошло. Ну, во-первых, он ощутил то, что испытывает каждый космонавт практически, я помню еще Севастьянов, когда летал в нашу молодость. Первые космонавты пошли. Вот Севастьянов, он эмоциональный космонавт. Такой он рассказчик эмоциональный. Вот он в эмоциях был, когда вернулся с полета, с орбиты, и он сказал, вы знаете, вы знаете, вы знаете, что я там видел? Что? Это была то ли прямая трансляция ТВ, я не помню, но бы телевизору это видели. Он сказал, Земля одна, там нет границ. Мы жители одной планеты. Это были такие границы политические, там было такое напряжение между США и СССР, это очень сильное ожидание войны было, тогда в то время очень сильная была конфронтация. А тут он заявляет, там нет границ, мы живем на одной планете, мы все одна семья на самом деле. Что хотел сказать, такую вещь. И, конечно, каждый космонавт испытывает, когда поднимается наверх, он делает для себя это новое открытие, он видит все с другой точки зрения и все переосмысливает в мгновение ока. С ним это тоже произошло. И он сказал, я думаю, чтобы на Земле улучшить как-то вот ситуацию на планете, нужно всем президентам мира в космос летать, всех туда запустить. Ну, хорошее предложение, знаете. Опыт, в смысле, хороший. Да, вот эту точку зрения изменить, да, да, да. Но так, в чем же была его трансформация? Вот это первая была трансформация. А другая, как выяснилось, трансформация была именно общение внутри корабля. Как они общались внутри корабля? Среди них был один американец, который жил по инструкции. Ну, он другой, говорит, вот мы русские там. Вот у нас там оврал, мы все бежим туда на этот оврал наработать. А у него инструкция, отдых, он отдыхает. Оврал, не оврал, у него инструкция. Ну, он такой, он такой. Причем, говорит, не все американцы такие, но вот этот был такой. Он все честно делал, исполнял свой долг, но по инструкции. За предел инструкции не беспокойтесь его. И, говорит, меня это немножко раздражало. А потом мне немножко раздражало. А потом я подумал, может, его выкинуть за борт вообще? То есть это стало серьезной проблемой. Полгода. Понимаете, вы должны вот так вот лицом к лицу. Атхи. Атмика, меня умночная беспокоит. И, говорит, это самая серьезная вещь, сгармонизировать жизнь двух людей в одиночестве. Вот это, скажем, семья, муж и жена. Оказывается, это очень сложная вещь. Чтобы воспитать одного ребенка, говорится, нужна одна деревня, целая деревня. То есть нужно много общения, оказывается. А мы сейчас как бы отчуждаемся, мы более замыкаемся в какие-то свои квартиры, в какие-то... хотим отстраниться от родственников, потому что не испытываем счастья в этом. Вот это вообще немного. Скажите, беспокойство, упреки, постоянно какие-то требования или нежеланные какие-то советы, непрошенные даются, вмешиваются постоянно в жизнь друг друга, и мы чувствуем, что лучше, может быть, как-то... Но уединяясь, проблема ухудшается, карма бандона еще хуже. И когда мы остаемся в одиночестве, это крах. Это крах. Когда нас никто не любит, и мы никого не любим, это крах человеческой души. Все, конец. Особенно это говорят для женщин. Ситуация опасная. Женщина, она не может жить без любви. У нее нет другого смысла. Если у мужчины еще есть карьера там, деньги, не знаю, какие-то еще есть. Битвы, сражения, конкуренция, это мужской воин характер, еще у него, как бы у нее есть какие-то такие но женщина, она на каждом этапе жизни должна чувствовать любовь, говорится в ведах. В детстве это отец, для которого она самая лучшая в мире. Вот так она должна чувствовать себя. А в юности молодость это муж, который боготворит ее и ценит. И ради нее готов на многое. А в старости, когда исчерпаны отношения, есть взрослые дети, которые ее уважают и любят всей душой, как мать. В этом ее как бы успех. Но что нам даст отчуждение? Когда женщина подражает мужчине, а мужчина становится как женщина, слабый сейчас. Все меняется ролями, посмотрите. Карма бандана. К чему мы приходим? Что мы строим? Мы даже не понимаем, к чему это все приходит. И ведь это против природы не принесет счастья. Потому что в это говорится, счастье, оно из природы исходит. Из окружающей, из нашей природы. Нужно знать свою природу, понимать себя, понимать других людей. И вот, говорит, этот космонавт, говорит, я дошел до внутреннего, говорит, срыва. Я понимал, есть инструкции, нельзя в космосе, там, драться, допустим, кричат друг на друга. Нужно сразу гасить конфликты, потому что там можно с ума сойти. Там много стресса, очень много стресса. Потому что я один раз пробивала оболочку, какой-то метеорит прошил нас. И когда, говорит, я вернулся на Землю, вообще первое, что я подумал, когда оказался вот на Земле, вот, с этим парашютом и так далее, первое, что я подумал, здесь хватит воздуха. Там мало ли что. Всякое может случиться. Может не хватить воздуха, может быть утечка. и прочее. А тут, он говорит, столько воздуха, тут все хватит. Я сразу, говорит, успокоился. Там полгода в напряжении, и тут вот еще вот эти отношения. Отношения у нас тоже, вот эти отношения, которые в эту природу мы не замечаем. Мы уже перестали замечать солнце, другие вещи. И что же мы? Начинаем нервничать и обижаться друг на друга. Обиды сегодня – это бич современного цивилизации. Раньше, говорит, на обиженных воду возят и занимали тяжким трудом, просто безжалостно. Трудотерапия. А сейчас какие-то там антистрессы, психологи платные. Стала мода, мода, потому что я не справляюсь сам, я не понимаю, что со мной, как любить вообще? Ну как, если я вот уже обижен, что с этим делать? Тяжелая вещь, обида. Если посмотреть внимательно, весь преступный мир – это обиженные люди. Это просто обиженные люди. Несчастные, которые не справились с этой битой, не умеют прощать. Как же вы, Иисус, прощаете и будете прощены? Он это сказал, для сильных людей похоже. У меня не хватает сил это сделать. Я, конечно, могу сказать, прости, прощаю, но в сердце остается шрам. Что с этим делать? На санскрите называется самскара – след. Глубокий след. Я не могу забыть все равно. Как это Фриду Булгакова, задушившая ребенка. И теперь она наказана. Маргарита видит эту Фриду несчастную. Чем же она наказана? И каждый день приносит этот платок, которым она удушила дитя. Она его выбрасывала в окно. Она бросала в печь. Она урвала и резала на куски. Но каждое утро и приносит платок снова Фрида. Напоминают об этом. Как наказание страшное. Это память, это самскара. Эти обиды, это боль прошлого. Из любви, ненависти. Поэтому, что говорят веды, древние мудрецы? Мы рождены для возвышенных самскар, которые перекроют все негативное. Затопят любовью. Вот наш избыточный разум, на что направлен должен быть. И так, этот космонавт, в конце концов, они чуть не дошли до каких-то форм насилия уже. Но, говорит, мне повезло. Господь меня как бы, он стал как бы верующим, неверующим, я не могу понять это. Он какой-то стал необычный человек, потому что он беззлобный совершенно. Вот я таких людей не видел еще. Сразу видно, что это вот отпечаток чего-то, какой-то опыт. Это был космос. Он говорит, я стал постепенно, постепенно трансформировался, меня космос сделал добрее. Я это признаю. Но как, опять же, почему-то там в космосе что произошло, имело большое значение. Вот эти обычные конфликты, но уже там, на высоте. Все было на другом уровне. На уровне жизни и смерти. В экстриме это было. И, говорит, потом пришел шаттл, была стыковка и замена экипажа. Я еще оставался. Говорит, а, этот американец ушел, пришел другой человек. Ну и как-то мы дожили до конца. И что интересно, я вернулся на Землю. Больше не был там. Десять лет я следил за этим американцем через интернет. Что он там делает вообще? Чем занимается теперь? И нашел его страничку, где, не знаю, как это называется сейчас, где он о себе что-то рассказывает, выставляет то, что он хотел бы. И там письма дочери, которые он писал в космосе. Я стал их читать. Я поражен был. Это такой мощный отец. Это хороший человек. И вдруг, я через 10 понял, что я совершил серьезную ошибку. Мне нужно было принять его таким, как он есть. Вот так. Вот что мне нужно было сделать. И я смотрю ему в глаза, это у космонавта, я понимаю, он этому научился. Он общается с людьми, в ней нет злобы больше. Он не реагирует на какие-то плохие вещи, как будто не замечает их. Она хорошая сразу реагирует. Я знаю, что люди, только имеющие духовную практику, имеют такое свойство. Это не так просто сделать. Не обидчиво. А он защищен чем-то позитивным. У него перемена в сердце. Позитив. Где же взять этот позитив, это счастье, эти мысли хорошие. Пчела. И муха. Это веды говорят. Сильнейшие уроки. За этот пример меня благодарили многие люди. Я просто иногда говорю на лекции, многим это помогает. Даже никакие еще мантры, ни молитвы, а просто вот этот пример. Однажды в Алматы я пошел гулять в парк рано утром, такая какая-то бегунья, бежит прямо ко мне и улыбает. Я же не знаю, кто это такой. Она меня видела по интернету. Вы Хакимов? Я говорю, ну да. Так я ж вас слушаю, говорит. Я аж прямо испугался, думаю, что это будет дальше. Говорит, знаете, мне что помогло? Вот этот пример про муху и пчелу. Говорит, у меня много в жизни изменилось. Это ведические примеры, веды, они очень будрые, но важно получить вовремя к месту, потому что знания не в соответствии с местом, времени, обстоятельствами порождает вражду. Непрошенные советы, вот мы должны этого избегать. Нужно найти правильное место и обстоятельства. Как говорится, ложка к обеду нужна. Это важный момент. В нашей жизни бывают такие ситуации, когда нам как раз нужно что-то услышать глубокое, пудрое. А вот и нет. Что же такое? Это называется карма бандана. Нет возможности. А я хотел бы что-то. Помощь нужна какая-то, внутренняя помощь. Вот эта пчела летает, она летает за медом. Она видит, у нее глаза пчелы, она видит цветы, нектар, она находит их, она ни на что не отвлекается. Заметили, они очень средоточенные. Они даже не боятся никого, потому что они средоточенные на своей работе, на этой дхарме, на своей природе, полностью средоточенные. Она вся в пыльце, она вся такая нектарная, вся в меду, все эти соты. Вот это пчелы, так живут. Муха другая концентрация, другая йога совсем. Она тоже хочет за медом, она то любит мед, собственно говоря. Она вылетает тоже за медом, но по дороге видит дерьмо на дороге. Говорит, подождите, какой мед вообще? Кто это сделал? Давайте разберемся сначала. А почему вы о меде постоянно говорите? Падает, а потом. Вот дерьмо, вот важно что. Кто? Давайте разберемся. Проблема есть. И все, и не мед, а одно дерьмо осталось. Так много дерьма, я о чем говорю сейчас? Много потока идет информации негативной в средствах массовой информации. Большей частью. Я беседовал с телевизионщиками, и радио, и другие средства. Но в основном, около 90% или не больше, негатив, негатив, негатив. Какая-то тревожная информация для нас? Как же мы сможем углубиться в себя? Страх не позволит. Ведь нам нужно умиротвориться, обрести бесстрашие, чтобы углубиться в себя. А не безопаснее это углубляться в себя? Если я углублюсь в себя, то меня за какими-то конкурентами обойдут? Не так ли? Мы в каком мире живем? Нет, нет, не углубляйте в себя, это опасно. Вот так действует век Кали. Расскажу историю из Махабхараты. Возможно из Махабхараты, возможно из Пурана, я не помню источника. Точно. Но история авторитетная, интересная история. Она говорит о предсказаниях, предсказания этого века Кали. Сейчас эпоха Кали, она длится уже около пяти тысяч лет, как эта эпоха началась. Неблагоприятная для духовного развития это эпоха конфликтов, разногласий, враждебных отношений. Вот мы в эту эпоху с вами сейчас живем, где мира практически нет полного. Страх преобладает в обществе. Мы боимся заводить детей. Много. Сейчас такой страх есть, потому что не уверены в экономическом могуществе. Мы боимся политики, кризисов. Мы боимся увольнения с работы. Ну, если перечислять все, тревог много, вы знаете. Хорошо. Это предсказано в ведах еще задолго. На стыке двух эпох это уже было записано, все предсказания, что такое будет век Кали происходить. Эта образная история описывает Ютэштиру, старшего из пятерых братьев-пандовых, который в определенное время в своем дворце принимает посетителей с какими-то сложными вопросами, которые нужно решить, и император доступит, пожалуйста. Вот сегодня день приемный. Он сидит в тронном зале Ютэштира, старший брат пандов, Слимахапарату. Вы видели, читали, вы знаете, что это император мира, всей планеты был в столицах Хастинапур, 5000 лет назад, когда не было этих цивилизаций, где мы сейчас живем еще. Здесь не было цивилизаций, развитых. Это была ведическая одна культура в то время. Веды были записаны, потому что люди стали терять, утрачивать силу памяти. До этого они только из устно передавались, никогда не записывались, не было нужды в этом. Я сейчас знаю в Индии одного человека, ну их больше, я знаю, вернее, двух таких человек, которые запоминают все, что видели, слышали, читали. Как фотоаппарат. Прочитывают, может потом называть страницу и все буквы. И считают на пальцах быстрее, чем компьютеры современные. Ну в каком-то смысле. То есть владеют такими техниками. Поэтому при таких способностях письменность практически была не нужна. Браманы обладали такой силой памяти, тела разума. И с этим они были записаны, потому что память людей века Кали становится слабее, и здоровье слабее, и строк жизни уменьшается также, страдания увеличиваются, а знания нужны нам с вами. И вот Ют-34 сидит в приемном зале, на троне, в медитации. Если вы хотите решить какие-то проблемные вопросы, вы должны сначала погрузиться в медитацию, успокоиться в полном равновесии. Только тогда вы сможете абсолютно справедливо решить любые вопросы. Как царь Соломон был таким. И вот назвали абсолютно справедливость. Как Бхакюна Такур, известный святой Бенгалии. Его называли абсолютно справедливость. Сложнейший судебный вопрос. Я решила за 20 минут, которые тянулись годами. Правительство ему построило железную дорогу от его дома к работе специально. Вот такой был человек. 20 минут. Годами тянутся судебные тяжбы. 20 минут. Абсолютно его называли справедливость. Такой авторитет, такая сила разума была и память. Вот такая мощь. Это был такой человек. И вот Ют-34, он владел этими техниками медитации. Он должен был как император, был беспристрастным. Он сидел в медитации и ждал гостей. А в приемной его брат Пхимасе, она самый сильный человек планеты был в то время. Ну, плюс еще мистические ситхи были у людей. Сейчас они тоже слабевают ситхи. Раньше люди лечили друг друга себя ситхами, водой, растениями и ситхами. Сейчас, поскольку ситх меньше, то нужны химические препараты. Лопатическая медицина сейчас развита. Остальные в упадке находятся методы. Хотя я вам скажу одну важную вещь по поводу здоровья. Пару слов скажу. Наше здоровье это чистый воздух и чистая пища прежде всего и вода. Если мы это не восстановим, никакая лопатина не поможет. Она нас просто убьет. Она успешно с этим справляется уже. И так переходит первый посетитель в этот день и говорит мне нужно к императору узнать у меня проблема. А в чем ваша проблема? Что случилось? Ну как сказать? Что-то странное происходит. У меня есть огород, оградил его забором. Вы знаете, мне показалось, что каждый день площадь моего огорода уменьшается забором. вот так происходит. Вы не знаете, что это такое? Что за заявление? О, простите, я не знаю, дети к Ютыш Сири, заходите. Он мудрый и пропустил гостя. Минуты позже приходит второй человек и говорит, слушайте, мне нужно к оператору. Что-то странное, есть проблема. Какая проблема? В чем ваш вопрос? Знаете, я вот воду развожу людям. Я разливаю из емкости, но привычное дело. и вот вчера я разлил в пять емкостей воду, чтобы развести эту воду, но что-то недоброе заметил, понимаете? Я снова слил эти емкости в одну, из которой взял. Я увидел, что воды меньше, почти в два раза. Я еще раз разлил, еще раз вернул, почти воды не было. Вы не знаете, что это такое? Что случилось вообще с природой? Ой, простите, я тоже не знаю, заходите к этой четыре, летите туда, я не знаю, что это за проблема. И этот человек прошел внутрь. Еще немного позже третий человек пришел, говорит, мне нужно срочно к императору. А у вас что? Да вот, вы знаете, как сказать, только не смейтесь. Вчера я еду на слоне, впереди большая стена с дырой. Слон проходит эту дыру, а хвост застрял. Вы не знаете, что это такое? Что за явление? Да что за чудеса вообще? Нет, я не понимаю, зайдите к этой четыре. Боже мой, что за день такой сумасшедший, думал, прямо серый. И тут четвертый посетитель. Говорит, я вообще здесь не местный, но я хочу обратиться к императору. Я пришел из соседнего царства к вам, и по дороге, когда уже приближался к столице, я увидел среди вот этих вот красоты, зарослей природы, потому что природа была и лаврита варша, она давала на каждой пяти что-то полезное человеку, все цвело. Я увидел безжизненную гору из камней и песка. Там не было ни травинки вообще. Я так испугался. Я стал подходить ближе, думаю, что это такое вообще? Это мертвая гора. И на этой мертвой горе я увидел маленькую колючку, пожелтевшую, едва живую. И я ее дернул просто. И гора исчезла полностью. Вы не знаете, что это было заявление? Фантом какой-то или что? Ой, простите, я не могу вам ответить. Изиди Кютиштири, он мудрый, он в медитации находится. Прошел час-другой, никого, никто не возвращается из зала, не выходит, и Пимасена открывает дверь. Ютиштира сидит. Величие сиянь от него исходит, мощь, и никого нет. Ютиштира. А где четверо посетителей? Фима, кто-то был? У меня никого не было. Что ты имеешь в виду? Кто-то приходил? Да, приходили четверо, я себя пропустил. С проблемами большими, серьезными проблемами. Фима, ну-ка, объясни мне, что за посетители были? Ну вот, пришел первый и сказал, что у него огород уменьшает его владение. Забор, вернее. Крадет его огород. И ты же сказал, да, это серьезная проблема. А что за проблема? Ты же, ты понимаешь, что это за пример? Да, говорит, я понимаю. Этот человек был предвестник века Калии. Что он говорил? Век Калии, забор, закон охраняющий собственность человека будет ущемлять его интересы. Фима вздрогнул, Ютыштира, ты что, ты думаешь, что ты говоришь? Как такое может быть? Закон! Не может быть такого. Закон никогда не ущемляет, он защищает права человека. Как это? Нет, век Калии будет по-другому. Закону придется ущемлять права человека, ограничивать его. Люди создадут такую цивилизацию сами. Боже, Боже, Ютыштира, трудно в это поверить. А второй человек? А второй разливал воду, а когда сливал обратно, вода уменьшалась. Такая была у него проблема. Что это было? Ютыштира. Этот человек, вода, это жизнь, которую он питает своих родственников, он для них трудится. А обратно получает меньше, меньше и меньше. Век Кали, век Кали, дети перестанут заботиться о своих родителях. Пима. Пима воскрикнул, Ютыштира. Как ты можешь такое произносить? Дети, перестанут заботиться о пристарелых родителях. Да, век Кали, они будут не способны, да и не захотят. У них не хватит ни эмоциональных сил, ни финансовых сил, ни решимости, даже смелости. они будут каждый сам за себя. Ютыштира, неужели такое ужасное время наступит? А третий? Ну, третий был, на слоне, говорит, ехал. Стена, какая-то дыра, слон, говорит, прошел, свободно. А хвост слон застрял. Что это было? Ютыштира. Да, говорит, век Кали. Это один из других признаков его. Этот забор, эта дыра, это большой закон, где большой вор проходит смело, а маленький вор застревает, его наказывают. Большого вора наказывать не будут век Кали. Ютыштира, да как такое может быть? Ты говоришь странные вещи сегодня. Говорит, это век Кали. Пхима, пойми. По-другому люди жить не смогут век Кали, потому что они создадут сами такую цивилизацию, им придется поступать именно так. То, что считается беззаконным, станет законом, а то, что будет религия настоящая, будет называться безбожием. Это будет век Кали. Ютыштира сказал, вот этих трех людей ты запомнил, Пхима? Я запомню их в лицо каждого. Их нужно срочно найти и посадить в тюрьму. Это очень опасные люди, Пхима. А в чем их опасность? Они же пришли к тебе с проблемой. Да, они принесли проблему, но ответов они не выслушали. это ловушка Кали-Юги, сказал Ютыштира. Все будут говорить о проблемах, но никто не будет слушать, принимать хороших советов. Все будут только говорить, проблема там, проблема здесь, вот еще одна проблема, давайте поймем такую проблему, если будут критиковать, шуметь, и это будет только увеличивать деградацию, сгореть. Это очень опасные люди, которые критикуются, поднимают проблемы, но не принимают никаких хороших советов. Они спрашивают, а ответы не слушают. Они просто бросают вызов друг к другу. Там был еще четвертый, Ютыштира. Он увидел гору, когда подходил ко Стенопуру, безжизненную гору. Там была одна только колючка, он ее дернул, и гора, как фантом исчезла. Это хороший человек, сказал Ютыштира. Вот этот человек очень хороший. А что это было? Что за гора, что за колючка? Гора – это апофеоз кольюги, образ кольюги. Люди построят мертвую цивилизацию с искусственными деревьями, с искусственными условиями быта, где работать будут машины на них. Они будут использовать какие-то источники энергии, искусственные. Они не будут жить в этом мире, они будут просто существовать в этом мире. У них будет много скуки, им нужно будет много зрелищ, они будут эксплуатировать друг друга очень тонко, и всегда будут обвинять друг друга. Но там один хороший момент кольюги, который благословляет все мудрецы, этот век благословлен всеми мудрецами. Фима, ты говоришь, что одно, то другое, тебя трудно понять. Ты только что говорил, какое ужасное время. Трудно было слышать тебя, а сейчас ты говоришь, что это время благословлено. Чем? А вот самый легкий процесс освобождения от страданий векали дается. Самый простой, какой же это метод? Есть четыре юги, есть четыре метода. В разные эпохи были разные методы. Лос-Ати юга когда-то, очень-очень давно, она длилась миллион восемьсот тысяч лет. Затем наступила Трета юга, она длилась миллион двести тысяч лет. Затем два пара юга длилась восемьсот шестьдесят четыре тысячи лет. Акаль юга длилась четыреста тридцать две тысячи лет. То есть, как видите, на одну четверть уменьшается длительность юга. А затем снова сатья наступает. И так эти циклы циклируют вечно. Сатья, трета, два пара, аккали, сатья. И разное время, разные условия жизни, разная природа, разное здоровье, срок жизни. Все разное. Столько было цивилизаций в прошлом. И сатья юга, цивилизация основана на законах природы, веда. Счастье приносит воздух, вода, мысли, отношения, любовь. Ничего негативного нет. В принципе, ум самосветящийся. Если вы бросите в огонь мусор, он сожжет, останется чистым. Вот это ум человека в сатья югу. Они все могли медитировать на абсолютную истину непрерывно. Никогда кровь не проливалась. Даже свирепые животные не ели плоти. Это такой вот золотой век когда-то был. Мы слышим об этом в легендах. Когда-то очень давно какая-то сказка была все-таки. Какое-то было начало прекрасное. А потом люди на одну четверть уменьшают добродетель. Порог приходит на одну четверть. И сначала это контролируется другими процессами. Если медитация в сатья югу, то в третей югу жертвоприношения. Да, есть порог, есть какая-то жадность уже появляется, чувство собственности усиливается. Разногласия на этой почве могут быть. Но они совершают великие жертвоприношения, праздники. Они совершают жертвы. Часть и богатств. Все добровольно отдают на ягью. И так очищаются их отношения. Они счастливы становятся. Они живут в празднике. Вот они, как мы говорим, пожертвования вы даете в нужное направление. И тоже чувствуете радость, облегчение. Это процесс был развит в третей югу жертвоприношения. Они тоже описаны в Яджурведе, эти все процессы, как это делается. Но сейчас эпоха другая. Сейчас мы не сможем этого сделать. В два пора югу наполовину порог был. Наполовину добродетель. И рекомендовано было храмовое поклонение. Уже медитировать сложно было в такой ситуации. Жертвоприношение тоже было непросто. Уже чувство собственности преобладало у людей. Наполовину. Это храмовое поклонение, где люди были честными в присутствии божественных. алтарей. Из священных гимнов, обрядов определенных. Это мощно работало в два пора югу храмовое поклонение. Сейчас тоже есть храмовое поклонение, но векарь оно слабеет. Не обладает такой силы, чтобы остановить грех человеческий. Видите, мы не справляемся. Наши религиозные системы мировые не справляются с деградацией. Это в прошлом. И поныне еще есть какие-то места в Индии, где люди, когда ссорятся друг с другом и обманывают друг друга, они говорят, пойдем к божеству. И перед ним скажут, что ты сейчас сказал. И он не сложет, не сможет. Еще есть такие примеры живые. Ну, здесь у нас другая культура. Век Кали люди научатся скрывать свои пороки. Они станут бесчестными. Это, собственно, наша единственная сейчас. Ну, культура осталась. Скрыть свои пороки в присутствии общества. Ну, выглядеть хорошо хотя бы. Одеться прилично, слова какие-то найти. Там то, что у меня, это никого не касается. Мои пороки. Я представляю свою лучшую сторону. Это наша сейчас распространенная культура. Ну, хотя бы так, как-то. Мы хотя бы делаем вид какой-то. Пытаемся. Но есть люди, которые, по нашим меркам, достаточно честные, культурные, образованные. Да, безусловно. Но мы говорим о том, что это падает все. Век Кали скатывается вниз все это все. Больше и больше пороки преобладают. Поэтому дается самое сильное лекарство, средство Век Кали человеку, как освободиться от всех этих пороков быстро. Нас это, конечно же, интересует с вами. Как свою судьбу улучшить. Как избавиться быстро от всего неблагоприятного в семье или на работе, или в мире, или, мы же хотим, конечно, хотим. Желание есть. Там, говорится, вот эта колючка, дернуть. И как будто вы проснулись. И когда вы проснулись, за одно мгновение иллюзия все исчезает. Вы понимаете, кто я есть на самом деле. Я не это тело. Я есть душа. Это то, что люди знали в прошлые времена, естественно, наблюдая друг друга. Такой был разум. Я однажды, это было на ТВ, по-моему, да, в Алма-Ате. В Алма-Ате там пригласили на ТВ. И мы говорили о ведической культуре. И я упомянул в том числе, что в ведические времена у людей был другой разум. Они видели то, что сейчас мы смотрим, но не видим, не понимаем. Они могли видеть. Меня спросили, а можете пример назвать какой-нибудь, что они такое видели глазами, что сейчас мы не видим? Говорю, да, да, могу назвать такой пример, конечно же. В ГИТе он дается. Не один, а много таких примеров. Что прямо перед глазами, говорит, смотрит, но не видит. Слушает, но не слышит. Потому что разум должен смотреть, разум слышит. И я привел пример из Бхага Вадгиды, чтобы проиллюстрировать понимание разум той эпохи, прошедшей эпохи. Мы наблюдаем с вами, как рождается ребенок. Каждый это видит. И мы были такими, каждый. Мы забыли об этом. Мы были в утробе матери когда-то, в форме горошины. Потом эта горошина стала разделяться, формироваться. Прошла какие-то разные формы жизни на глазах. Даже хвостик у нас был. Но мы превратились в человеческое существо и вышли на белый свет. Из утробой матери. Вот такой вот слокоток, как мне бабушка говорила. Вот такой ребенок. Совсем крохотный. Это же разве не было? А кто это был? Я или кто-то другой? Вопрос. Я или кто-то другой? Мы же вглубь себя сейчас должны пойти. Мы говорим, это был я, но я ничего не помню. Как, знаете, анекдот про наркоманов. Один наркоман стучится к другому наркоману в дверь. Он подходит и говорит, а кто там? Говорит, это я. Говорит, это я? Так я же дома. Вот мы сейчас пытаемся разобраться, что же, где даже это я вообще? Такая запутанная ситуация. Вот где же это я? Тот, кто злится, это я. Или тот, кто любит, это я. Или тот, кто обманывает, это я. Или тот, кто тупеет, это я. Кто такой я вообще? Или я это все вместе взятое вообще? Но мы начнем с того, что мы были в теле ребенка. Я мое было, я в теле ребенка находилась. Тело-то изменилось. Смотрите, а я-то тот же самый. Помню, не помню, но я-то тот же самый. Личность не изменилась. Разве мы это не видим? Разве это не со мной было, а с кем-то другим это было? Я это был, не кто-то другой. Мать подтвердит. Это он, смотрите, вот фотография. Я помню, это он, тот самый. Вот этот, этот, одно и то же. Одна и та же личность. Одна и та же. Не меняется, а тело меняется. Разве мы это не видим? Не видим? Не видим, смотрите. Это что означает? Нет, это означает, что это я вечно. Неизменно. Вот что это означает. Вот что говорится о Бага Вадгити. Факт, не теория. Факт, описывается, который мы просто не видим. Это не теория реинкарнации, это не теория вечности души, это факт неизменности. Неизменность – это как раз категория вечности. Хотя многие люди понимают, вечность как протяженность времени. Нет, не совсем так. Качественная сторона. Из количественной, из качественной стороны. Например, Амар Хаям его спросили, что такое вечность? Он же был таким поэтом, философом известным. Когда-то его спросили, вы не можете нам объяснить, что такое вечность? Вроде, Ду захватывало такие понятия в те времена. И он сказал, представьте себе, «Алмазный столб от земли до луны прямо». Все, какой пример. Столб из алмаза от земли до луны. И каждый день на вершину этого столба залетает ворона и бьет клювом. И улетает. И вот когда от удара клювом этот столб сотрется от луны до земли, это будет миг вечности. А что такое вечность? Я не знаю, сказал Амар Хаям. Ну и как это проверить? Кто так может долго жить в вечности? Мы не можем. Вы не наши опыта. Тогда предлагается качественная сторона вечности, неизменность. Вы вообще не меняетесь. Вы не живете ни в прошлом, ни в будущем. Вы всегда в настоящем находитесь. Всегда. Событийность – это совсем другая вещь. Это относится к элементам тела. Мы вдыхаем, выдыхаем, пьем воду, едим пищу, выделяем всякие элементы. Обмен веществ. Вот что происходит с телом. Три триллиона операций в секунду. Примерная статистика. Вот пока мы сидим. Сколько процессов происходит? Все обмен веществ называется. В советах написано смена тела. Постоянная смена тела. Факт. Где теория? А мы не видим. Вообще об этом не думаем. Мы не знаем, что сейчас происходит в желудке, в сердце, в этих кровеных сосудах. Понятие. Пока что-то не заболит, не исследуем, не поймем. Диагноз трудно поставить. Я не знаю, что там происходит. Я не тело. Теломеханизм, в котором яма ее находится, да. Но у меня другая природа, другая жизнь. Не моя природа считает себя желудком или кишками. Если я вас назову желудком, никому это понравится. Мы так друг с другом не знакомимся. Здравствуйте, у меня 8 метров толстого кишечника. У вас как? Нет, нет. Мы вообще избегаем этих вещей. Мы как-то хотим другую сторону видеть на самом деле. Это касается, как бы, понимания себя. Кто же такой я? И век Калия это осознание приходит в процессе воспевания святых имен Бога, описано в веках. Это подтверждается разными источниками священных книг, разных традиций. Все говорят об этом сейчас. Что призвавшим имя Господа спасается. Где двое трое во имя мое, там я с ними. Досветится имя твое. Об имени много говорится. И в чем же суть? Тут немножко нужно стать философом. Когда мы говорим об имени Бога, мы должны знать одну вещь. Он необычное существо. А значит, что имя тоже необычное его. Между его именем и им с именем разницы нет. Вот это Бог. Он цельный, единый. В нашем случае мы в тойственности. У нас имя и образ разные. Если скажу в материальном мире вода, 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 воды не будет. Только образ в уме звук создаст. Но реально воды не будет. Но если я именем Бога обращусь к Богу, Бог присутствует в звуке. Шабдаватар, говорится. Он тут же немедленно присутствует. Вопрос искреннего обречения. Тут просто немножко нужно стать философом. Брама с Амфития описывается духовное тело. Что такое духовное тело? Это материальное тело. Мы уже говорим. Оно просто меняется постоянно и в конце концов угасает. И мы его оставляем как одежду старую. И новое тело должны принимать. Потому что я-то остаюсь то же самое. То духовное тело взаимозаменяемое. Вы можете разговаривать взглядом. Можете пищу принимать касанием. Любая часть тела может делать любые функции. Невозможного ничего делать на духовном уровне. Там нет кармабанданы. Ничто не ограничивает живое существо. Это целый мир исполнения желаний. Он так описывается. Мир исполнения желаний. Ни одно желание напрасного не бывает. Ведь все хватает в этом мире безграничном. Безграничное количество всего энергии. А мы такие маленькие. Нам не хватает даже пищи. На один день свежей. Сейчас не найдете ни одной свежей пищи. В супермаркете нормальной здоровой пищи. Острая нехватка сейчас чистых продуктов, чистого воздуха. Нам не хватает больше, больше, больше здоровья. Это мы создали такую цивилизацию сами. И как же это связано? Повторять имя Бога и что? Воздух очистится? Да. Именно так произойдет. Сначала очистится ум. И желания напрасно уйдут. Глупые. А потом все очистится. Один ученый сказал, если вы сейчас закройте все предприятия мира на полгода, за полгода природа восстановит свою чистоту. Быстро. Ну, я не знаю, на самом деле, так или нет, но он так сказал. Что полгода достаточно, чтобы почувствовать, что очищается стихия. Что солнце светит, столько праны. Воздух взаимодействует. Дожди идут. Молнии. Столько очищающих сил. Из очищающих... Ветер, как говорится, воздух, очень очищающая сила. Там праны, там столько энергии. А мы живем и продуцируем яд. Яд, 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 яд. Эти производства, эти слова, эти мысли. Это все. Эфир загрязнен. Ум загрязнен. Чувства загрязнены. А знаете, что такое ум загрязненный? Значит, кровь загрязнена. О чем бы мы ни подумали, это влияет на состав крови. Мы себе сами надумываем здоровьем, мыслями, умом. Горе-то от ума. Главная проблема – ум. Если вы испугались, адреналин будет в крови в ту же секунду. Все, состав крови изменился. Если зависть проникла в сердце, в ум. Яд вырабатывается в крови. Химический яд. Если вы влюбились в С8, H12, азот. Это формула любви, называют химики. Наркоти в крови появляются, и вы чувствуете сильную эйфорию. Кровь и ум. Тонкое тело и грубое тело связаны через кровь. В некоторых религиях говорится, что кровь – это душа человека. С кровью связанную жизненную энергию. Да, в этом есть определенная правда. Поэтому прежде всего мы должны победить свой ум, говорится, если мы хотим. И поэтому дается мантра. Именно Бога. Именно звук управляет умом. Вначале было слово, и слово было Богом, и оно было Богом. Звук, ом, кара, трансцендентный звук. И есть много имен Бога в разных культурах, традициях. Все они авторитетны. Все. Вопрос наших отношений, нашей практики. Главная проблема в том, что сейчас нет знаний достаточно глубоких в духовном направлении. Духовная наука утрачена. Духовная наука постигается через йогу. Я поясню. Йога – это санскритское слово. Но йога означает буквально связь. Постигается все через связь. Допустим, если вы хотите стать врачом, вы должны общаться с врачами. В медицинском институте. Я учился на художниках, я общался с художниками. Это связь, это йога называется. И если я хочу постичь свою душу, я должен общаться с людьми соответствующими. Но если я общаюсь с атеистами, что я узнаю в душе? Зачем это делать? Это глупо. И первая заповедь такова, что Бог-то один. И где он находится? В моем сердце. В сердце каждого живого существа. И тут веды говорят, смотрите, какая иллюзия. Еще одна вещь, которую мы не видим. А это факт. Я думаю, вот я, а вот это они. Это неправда. Они такие же я, как и я. Полноценные. Стопроцентные. Любое живое существо имеет. Такое же я, как и я это имею. Никакого высокой мере пренебрежения. Равное отношение ко всем. Я часть полного целого. Я не выше других. И никто не имеет права доминировать ни над кем, ни над одним живым существом. Вот это знание духовное мы утратили. Мы хотим стать господами, поэтому мы отчуждаемся, мы свое владение обозначиваем так, вот мои границы. Каждый сам за себя, каждый выживает. Есть сегодня утром, мы упоминали, четыре категории людей. На санскрите пара дукха дуки. Такое выражение есть. Это значит человек, который страдает, когда видит страдания других людей. Это святой. Есть пара дукха сухи. Он страдает, когда видит счастье других. Есть пара суха дуки. Он счастлив, когда страдают другие люди. Лучше ему становится. Есть пара суха сухи. Он радуется, когда радуются другие. Но лучше пара дукха дуки. Вот это цивилизация. Когда-то была цивилизация пара дукха дуки. Люди со страданиями или друг другу. Не только друг другу, ко всем же существам. Вот здесь в Тюмени когда-то в 90-х годах в Бару Верхнем. Я остановился зимой. И утром пошел, или в начале дня, я пошел там озеро подо льдом. Повторять свою мандру. Я это делаю каждое утро все эти годы, уже 35 лет. Я вижу, там рыбаки делают лунки. Там недалеко от берега такая большая лунка у них. Это называется даже не лунка, а полынья. И туда они сеть опускают с кормом. Рыба приходит, и они потом вытаскивают. Я подхожу и вижу, они сеть вытаскивают и выбрасывают рыбу на снег. Много, много, много рыбы. Вот такой маленькой и покрупнее. Они берут эту крупную рыбу, кладут себе в рюкзаки. И по моему понятию, эта рыба же не нужна мелкая, ну, они должны ее вернуть обратно, наверное, в воду же так. Нет. Они ногой ее в сторону отодвигают. Она им не нужна. Для них это просто мусор. Они не видят там живого существа. В 90-х годах однажды ко мне пришел один киллер. Ну, пришел поговорить, услышал лекцию про карму, заволновался. Ну и пришел, стал рассказывать, как ему быть и прочее, что-то очиститься нужно, порядок привести в свою жизнь, возможно ли. Я говорю, хорошо, я поговорю с тобой, но ты мне сначала скажи, ответь на вопрос. Когда ты нажимаешь курок, что ты чувствуешь? Расскажи мне. Он понял, о чем я спрашиваю. Он говорит, нет, сразу закрылся. О чем мне нужно думать? Если я начну думать, что ты человек, у него есть семья и прочее, я не смогу нажать курок. Мишень, и все, и все, и пошел. Все, просто мишень, просто мишень. Это же забыть про живое существо. Нужно забыть про это. Нужно это знание забыть. Чтобы творить злодеяние, нужно забыть душу, видите. Нужно забыть, что такое личность, что такое я. И у всех есть такое же я. Веды говорят, те древние, попытайтесь рассмотреть каждый живой существо, что равное себе. Даже растение. Вы откроете удивительный мир. Никакой скуки не будет. Даже в воздух живой. Это факт, которым мы не пользуемся. Мы оградили себя кармабанданной. Мы в коконе собственного ума и наших потребностей эгоистических, простите меня. Это целая цивилизация создана. Поэтому мы говорим, веды, знания, запредельные знания. Есть доступные знания, поддающиеся нашему опыту. Мы можем их, конечно, приобретать, свою мудрость, свои знания тоже хорошо. Но не надо этим гордиться. Ведь что может понять человек? Он кто такой вообще в этой вселенной? Нам нужны еще опоруше, сверхчеловеческие знания. Они получаются благодаря смирению человеческому. Состраданию. Это совсем другая форма получения знаний. Должна преобладать добродетель, любовь. То есть, это такой процесс, физический процесс. Ученик и духовный учитель связаны именно с духовной любовью. Другой процесс не может передать это знание. Без любви, без должных отношений знание не передается. Знание – это не информация. Это взаимоотношения. Незнание я получил должен от отца, от своего царя, духовного отца. Это должен близкий к сердцу человек, чистый человек, желающий мне добра и всем другим живым существам. Я желаю всем счастья. При этом я закрываю глаза, чтобы никого не видеть. Потому что я не все могу в глаза пожелать счастья. Мне трудно, кого я близко знаю, пожелать ему счастья. Труднее, чем кого я не знаю. Потому что я вижу недостатки, они мне сбивают с толку. Но веды говорят, станьте пчелой. Да, везде найдете недостатки. Материальный мир всегда двойственен. Вы зажигаете огонь, он чист. А есть дым. Всегда есть недостаток какой-то. Но стоит ли слишком много обращать внимание на это? А не лучше ли думать о позитиве, перекрыть все это позитивом? Когда-то я был в Караганде, и там были лекции у студентов. Давно. И меня хорошо встретили, как гости. Подарки сделали, целую серию книг подарили, красиво упакованных, цветы. Я пришел домой, где остановился, раскрыл этот пакет с книгами. И там были новые издания того времени, которые раньше не издавались, такие темы, в секс-моссоюзе не издавались, не скрывались. Это были открытые информации вся полностью. О Карлаге. Страшное место, где были эти репрессии, расстрелы. Вот как раз в том месте все это и было. Мне показали потом все эти казематы. Подземные, подземные. Жутко. Я стал читать. Был вечер. До часу ночи не мог оторваться. Страшно. Я вам скажу, это было страшно. И я понимал, что это все правда. Я читаю. Я чувствую, что у меня появляется чувство отмщения. Я хочу мстить. Я готов взять оружие. Думаю, что с вами происходит. Я же заражаюсь агрессией. Я же теряю качество таким образом. Но мой разум говорит, это же правда, это же факты. Как ты можешь молчать? Как ты можешь просто игнорировать все это? Читай, читай, читай. Потом я подумал, нет, простите, есть все другая правда. Есть много аспектов жизни. Это мой выбор, какую правду я приму. Какую правду принять. То, что есть духовный мир, тоже правда. Так куда же я пойду? Я витязь на распутье, у меня указательный камень. Налево пойдешь, туда придешь, направо туда, прямо туда. Куда же я пойду? Я должен познать, кто я, откуда, куда мне вернуться-то нужно. В карлак и лебедности духовное существование. И так все это прекратить, оставить здесь настоящий след и путь указательный. Многим людям. Только своим примером возможно. Я закрыл, все, это не мое, это не мой путь. Это печально, это достойное сострадание, но это карма бандана. Это вынужденно пришло в нашу жизнь. Это призвано нашими же плохими поступками. Давайте все это менять по-другому, по-настоящему. Без добавления нового насилия, свежего зла, не надо это делать, нужно прекратить. Прощайте, прощины будете. Возлюбить ближнего, как себя самого. Все это мы знаем, все это мы слышали. Теперь пришло время, и другого выхода у нас не будет. Либо пан, либо пропал сейчас. Такая ситуация. Нам никто не поможет, кроме самих себя. Сейчас нужны знания, нужна личная подготовка, нужны личные стремления. к свету. Это путь познания себя. Кто же я на самом деле? Кто я? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Потому что я, это и есть та самая жизнь, в которой я живу. Это я проживаю эту жизнь. И что я проживаю? В течение дня скуку или гонку за деньгами, когда дни мелькают, бессмысленно, я жду, чего-то и так не могу получить. Что меня ждет? Разочарование. Это написано в Ведах, это ждет разочарование. Каждый человек разочарован уходит из жизни. Каждый сейчас. Кто уходит удовлетворенный, сказал, я выполнил свой долг, все, я возвращаюсь к свету, я счастлив. Хотя Монашвили написал эту книгу, разговор с сердцем, она описывает, как уход супруги из жизни, там был момент светлый. Он ей говорил, иди к свету. Она уходила из жизни, иди к свету. Также мы издали несколько книг о том, как уходят духовные люди из жизни. О, потрясающая, вдохновляющая сила. Праздник на душе. Никакой скорби, столько света. Ну, это как бы редкие вещи, но потрясающие вещи. Когда-то ученые обнаружили одно самадхи, раскрыли, ну, что-то раскапывали, археологи. И там человек в сидячей позе, медитации, что-то буддистское, может быть. И высохшее тело, нетленное. И улыбка на лице широкая. Это уход из жизни. И как они-то объяснили там в статье пластическая операция. Он умер, ему сделали пластическую операцию и заложили в самадхи. А как еще объяснить? Ну, кто же с улыбкой будет умирать? Да что же? Мы же ученые, мы же понимаем. Это не наука. Человек должен счастлив быть всю жизнь и уйти из этой жизни нужно без сожаления, потому что идти нужно вверх. Если мы не пойдем вверх, но в всяком случае остаться хотя бы на этом уровне, но только не вниз. Не надо уйти в животное существование, в биологию, в сознание погружать слишком. О чем? Думаешь, в момент смерти туда и отправляешься? Ям, яма, пи, смаран, баван, тяджа, тэн, тэка, левран, там, там, и вайти, каун, тэя, садан, бау, 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 и тах, санскрит. Веды. Что тут поделаешь? Это опорушей, это знание сверхчеловеческое. Незыгримые знания. Именно ум направляет на следующее бытие. Смаран, баван, умонастроение. К чему привязано в этой жизни? Это всплывет в момент смерти, как на экзамене. И вот это создаст матрицу тонкую, матрицей, безошибочно. Как портной шьет нашим одежду, точно по размеру. Одеваете, подходит. Есть матрица. Матрица наш ум. Поэтому мы беремся за ум. И если мы победим ум, считайте, что страдания больше для вас не существует. Если он позитивен. Дается пример в Пуранах. Я хожу босиком. Ну, здесь никто не ходит босиком, не принято. Ну, а вы не ходите босиком, многие. Ну, это тоже неудобно, если в городе живете. То стекло, то камень босиком. Паломники, конечно, босиком ходят. А так вот все, конечно, обуваются лучше. Ну, вы ходите босиком и говорите, вот тут кругом проблемы. Тут на каждом шагу какие-то камни, то осколки, то еще что-то. Где культура, где то. Опять вот вы начинаете чувствовать, что много боли. Потому что вы-то босиком. И нужно все это, похоже, убрать же. Нужно весь мир как-то подготовить, чтобы как-то здесь не страдать. Но это другой совет. Обуйтесь. От хи-даева, от хи-пфута, от хи-атма. Побеждается ум и побеждается все остальное. Вы настолько погружаетесь в позитивное, что не замечаете неудобств, дискомфорта. Просто не замечаете. Вы сильный. У вас иммунная система большая. Мощная. Каз-гуся вода. Я даю пример утки. Утка. Вот если ее посадить сюда, она такая, знаете, кряк-кряк-кряк-кряк-кряк-кряк такая вот она ходит. Вы берете ведро воды и на нее так сверху ба-бах. Что с ней? Ничего, кряк-кряк. Я точно так же тряхнулась и ничего вообще. Вот таким должен стать человеком. Счастье и несчастье. В этом мире чередуются как сезоны года, как зима и лето. Есть чередование. Жизнь полосатая. Титик-шаса-бхарата. Научись это терпеть так, что тебя это вообще не замечало, не тревожило. Вот это йога называется. И можно привести пример, доступный для нашего опыта. Если вы влюблены сильно в кого-то, вы на самом деле не замечаете? Никаких проблем нигде. Вы настолько защищены этим настроением. Для вас все Божья роса. Не так ли? Но это лишь слабый пример материальный. Это сильное чувство, которое недолговечное на самом деле. Какое-то время оно приходит, затем становится снова привычным, и опять переходит в какую-то скуку. Мне нужен еще какой-то объект. Была же любовь? Была. А сейчас просто привычка. Ну как-то живем. То есть долг уже, дети, ну что-то другое. Ну, друзья. А где же любовь-то? Но она была. Так вот, говорится, вот это наше естественное состояние. Вот это естественное йога. Как? Откуда? Из повторения имен Бога. Любовь рождается. Какое имя Бога повторяете, такое качество в себе и взращиваете. 99 имен Аллаха, есть Иисусова молитва, есть много-много всяких традиций, есть также ведические имена. Их огромное количество, миллионы. У Бога нет имени, потому что там миллионы качеств у него. Что не качеств, то новое имя. И все же, если вы хотите объединить что-то в одно, вы говорите, Кришна, все привлекающие, вмещающие все, все прекрасные. Это ведическое древнее имя. В России это Кришинь. В древней России. В греческом варианте это Христос. Кришта. Христа. То же самое. Не ты ли Христос, спроси Иисуса? Говорит, нет. Это имя Бога было. Его так и называют. Иисус Христа. Как бы Сын Божий. Это имя Бога. Поэтому есть как бы две линии. Есть ведическая линия, есть библейская линия. Принципиально нет различий. Цель одна и та же – это развить любовь к Богу. Нужно признать, что Бог один. Это первое. Устранить все конфликты, разногласия духовные. И место религии – не храмы, а семья. Написано, верно. Семейная традиция. Там хранятся законы религии. Когда мы воспитываем детей, оживают все десять заповедей сами. Почитай старших, не завидуй, не кради, не лги, не прелюбодействуй. Это законы семьи. Смотрите. Естественно. Естественно. Если мы их расширим от своей семьи и шире, вот это будет цивилизация. Это будет начало только цивилизации. Начало цивилизации. Человеческой цивилизации. А куда она идет? Уму непостижимо, чем она достигает. Когда дух освобожден. Уму непостижимо, что происходит. Освобожденная душа, она может весь мир изменить этим светом. Это мощь. Утраченная эта мощь. Это нужно пробуждение, необходимое. Поэтому векалий имеет свои пороки, недостатки, но имеет свои мощные преимущества. Вот об этом мы сегодня хотели поговорить. Где-то завтра будет у нас продолжение. Будут какие-то еще практические вещи мы поговорим. Как регулировать свою жизнь, с чего начать практически. Будет касаться сна, еды, работы, отдыха и йоги. Пять вещей мы завтра с вами обсудим. Практически. Вплоть до режима даже дня. Если отрегулируете свою жизнь, почувствуете себя на самом деле счастливыми, полноценными людьми. Уже когда отрегулируете свою жизнь и ум. Завтра мы практически об этом можем поговорить. Сегодня можно обсудить сегодняшнюю тему. Если есть вопрос, пожалуйста. У нас будет микрофон в зале? Или записки? Да, как удобно. Давайте записки. Уважаемые гости, вы можете задать вопросы, желательно записать их и передать на сцену. Мы передадим. Передавайте, пожалуйста, ваши вопросы. И пока это происходит, может быть, у кого-то есть уже вопрос, тогда я могу передать микрофон. А, пожалуйста, записки. Поднимайте руку. Добрый вечер. Спасибо вам большое. Где вы? Я здесь. Вот, 16-й ряд. Вот, 16-й ряд, боже мой. Вот тут. Я даже рукой машу. Немножко правее. Так, так, так. Так, так. Вот, да. У меня вопрос. Вы сказали, что какое-то время веды не записывались, да, а потом память стала ухудшаться, и их записали. Что препятствовало тому, что она начала ухудшаться? Это вот как раз Кали-Юга или что-то другое? Память — это сила, определенная энергия также памяти. Это сила разума. Разум имеет пять функций. Это тонкое тело разума. У ума есть свои функции, у органов чувств есть свои функции, и у разума есть свои функции. И они как бы связаны все воедино еще. Это отдельная тема. И над разумом уже есть вот это свое сознание, которое выше еще находится. И над сознанием сверхсознания. Вот в этой структуре мы сейчас все находимся, все, каждый. Вот. Если вы спросили о разуме, почему трачивается память? Функции разума есть. Различать полезное и неполезное. Есть разум здесь очень тонкий и грубый разум. Например, есть животные, у них более грубый разум. Свинья ест все подряд, не различая, там, торт это или испражнение. Для нее это одинаково. Равного вкуса, как бы. То есть такой тип разума. Отсюда другие чувства и ум, другой тип устройства. И оно переваривает, смотрите, плохие вещи, даже не болеет. В соответствии с устройством тонкому телу, если тело соответствующее. Это как бы воплощение этого разума живого существа, тонкого тела, грубое тело. А есть тонкий разум, который очень чувствительный ко всему, чистому, нечистому, очень-очень тонко. Например, мыться нужно человеку каждый день. Полностью умовение делать с утра, после сна. Но мы уже не чувствуем, что раз в неделю в баню сходил, или там душ принял, все. Помылся в ванной, раз в неделю. Может быть, какие-то такие стандарты. Но если вы начнете это делать каждое утро, вы почувствуете, что раз в неделю вы грязный будете ходить. Вы будете чувствовать тоньше это все. И тогда ваша память тоже становится тоньше. Если мы различаем эти вещи и начинаем следовать этим вещам, все тоньше и тоньше, вы начинаете тоньше чувствовать, тоньше ощущать. Тонкая память пробуждается. Память отношений самая тонкая. Вы даже можете вспомнить свои прошлые жизни. Это вопрос как бы тонкой памяти уже. Это зависит от чистоты разума. Поскольку век кали люди забывают о чистоте внутренней, только внешнюю поддерживают. Как бы мы сказали, прическу, одежду заботятся, когда выходят. А в туалете, допустим, они даже могут руки не мыть. Если человек испражняется, говорится, он должен вообще сменить одежду и делать омовение. Поэтому утром, перед тем, как еще делать душ, нужно как раз опорожнить кишечник, по аюрведе говорит, сначала прежде всего. Потом уже чистить язык, чистить зубы, потом полное омовение, потом одевать и чистую одежду. Так вы чувствуете себя уже по-другому. Вы готовы уже к чему-то чистому, возвышенному, позитивному. То есть ум уже поднимается вверх, сам, выше. Готовы к медитации, к высоким вещам, к чистым вещам. Отсюда и память. Память сердца называется это. То, что вы забыть не можете, невозможно забыть. Есть такие моменты в жизни, которые мы помним всю жизнь. Вот это память. Но если таких моментов меньше, 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 если сейчас спросить, что мы делали с вами, скажем, полгода назад в это же время, нам будет трудно вспомнить. Невозможно практически. А что-то мы помним. Какой-то там подарок, знаете, цветочек засушенный там 30 лет назад, я храню в книге, думаю, ой, это же был Петя, Вася тот самый, любовь. Вы помните? И в этом живете всю жизнь. Это значит, что наша жизнь, видите, как проходит? Без памятствия. То есть ничего такого существенного не происходит, просто забывается, просто протекает мимо. Вот разум для чего предназначено. И поскольку мы стали утрачивать эти глубокие чувства, глубокие отношения в векали, когда увеличится эгоизм, жадность, похоть, вожделение, то страдает и память, естественно. Спасибо. Есть грубая, тонкая память об этом и говорили. Как выбрать профессию? То есть свою стезю? Хороший вопрос. Профессия на санскрите называется варна. Это цвет буквально, слово означает. Цвет. Какого цвета деятельность? Ну, различия существуют между профессиями. Четыре уклада существуют профессиональных. Это рабочий класс. Это класс бизнесменов, которые производят что-то. Банковское дело также. Это класс воинов, администраторов. Третий класс. И класс учителей. Священники, учителя. Это один класс. Интеллигенция. Интеллигенция, административный военный класс, бизнесмены и рабочий класс, опора всего общества. И у каждого профессионального уклада есть своя природа. То есть эта природа разделила, не мы делим. Никогда не делите людей сами. Эта природа делит. Мы не должны делить никого на эти варны. Но это естественная склонность и врожденные способности у человека есть. Которые как раз нужно развивать. То, что у его природы есть. И уже к 12 годам в физические времена так обучались, что было ясно, что в 12 лет уже было понятно, чем будет заниматься этот ребенок. Все. Их уже обучали некоторым профессиональным навыкам. А до 12 было общее духовное образование. И по качеству можно понять, какая варна у человека. Но для этого большинство людей простых вообще. Меньше бизнесменов, еще меньше руководителей и совсем немного интеллигенции в процентном отношении. Но помогусь, что они примерно все равны в целом. Как мы знаем, рабочие сделали революцию в 18-м году. Потому что их большинство. Они свергли там и этих бизнесменов всех этих. Буржуазию. И подавили управляющий класс тоже. Потому что была эксплуатация. И они взяли количеством. А бизнесмены берут деньгами, богатством. Власть держат. Войны держат оружием и армией. Власть. Их меньше, но у них есть влияние. Могут организовывать все это. И есть ученые великие, пророки, которые держат весь мир просто вот этими духовными качествами. То есть есть религиозная система, где в корне каждой в основе пророк какой-то. Это вот высшие учителя нашего мира. Их единицы, но они достаточно сильны, чтобы влиять на весь мир тысячелетиями. Вот такое устройство. И, например, ребенок начинает ползать. Веды говорят, уже можете его тестировать. Он еще не говорит, он начинает ползать. Уже в какой-то день перед ним стерят ковер. На ковре расположены различные предметы. Деньги, инструменты для работы. Видите, разные варны. Оружие и книги. И пускаете его. И ребенок. Оп! Пистолет схватил. А-а-а! Кшатри похоже будет. Это воин. Наверное, это будет какой-то руководитель хороший. Или молоток берет и там что-то начинает делать. Ну, наверное, будет рабочим хорошим. И так тоже делают. Та же гороскопы помогают разобраться. Почему сегодня векали трудно разобраться в своей природе? Потому что есть очень силен престиж в обществе. Я могу оказаться непрестижным. Видите, вот что меня беспокоит. Вот недавно было престижно быть рабочим в советские времена. Рабочий класс прославлялся, поднимался. Все гордились. Я рабочий, я рабочий. А сейчас никто не гордится, что он рабочий. Сейчас он бизнесмен. Престижный. Вот что нам мешает с вами. Когда, в общем-то, есть зависть и искусственный престиж, тогда нам трудно сориентироваться, потому что, ну, я не хочу быть каким-то низшим классом. Так мы понимаем это. А веды говорят, вот эта глупость, вот эта кастовая система, которую хотели большевики разрушить, потому что духовность упала. Есть еще четыре ашрама, кроме варн. Четыре духовных уклада, которые учат относиться к всем духовно равно, духовный коммунизм. Если царь служит Богу, дворник служит Богу, никакой между ними разницы нет. Культура одна и та же. Профессия расчет не принимается, чтобы оценить человека. Культура принимается духовно. Поэтому, если нет духовной культуры, то эта система становится позорной кастовой системой эксплуатации, когда рабочих эксплуатируют все остальные. Отсюда все революции. Поэтому, если хотите познать свою природу, то действуйте без чувства престижа, и лучше в том обществе, где нет зависти, там вы легко себя обнаружите. Естественно, начнете все делать то, что соответствует вашей природе, потому что это приносит вам счастье. Также гороскопы могут помочь. Астрологи опытные могут показать вашу природу, планеты, которые на вас влияют, момент рождения, фиксируют. Есть способы физические. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за замечательную лекцию. А у меня такой следующий вопрос. Если вот этот шум в уме приносит человеку страдания, то фактически остановка шума в уме, то есть убирание внутреннего диалога, это и есть перекрещение страдания? Да, если навязчивые какие-то вещи происходят, это страдания сильные тонкие приносят. Поэтому нужны мантры, звук, трансцендентный звук, который защитит ваш ум, создаст более позитивный самскар и счастье в сердце, устранит этот цикл, навязчивый цикл мыслей, от которых можно сойти с ума фактически. Поэтому тонкие мантры, они способны лечить психические даже проблемы, которые в уме возникают. У меня две кошки, за которыми я уже не могу ухаживать, пристроить никому, их не могу, что делать. Да, хороший вопрос. Сейчас я подумаю. Может, я их повезу с собой в тур, эти кошек. У меня поезд завтра вечером. Но это судьба, я не знаю, что делать. Но мне что нравится в этом вопросе, что у вас есть сострадание к живым существам, потому что вы чувствуете ответственность. Это по-человечески очень хорошо, конечно. Но тут не избежать проблем, если уже так трудно вам ухаживать за ними. Ну, видимо, придется им как-то быть самостоятельными скоро. Собственно, кошки, они привыкают жить на улицах, в домах, в подвалах, как-то не приспосабливаются жить в городах. Они не жили дома никогда же, в прежние времена. Собаки тоже. Не в квартирах жили. Сейчас их пустили в квартиры, поэтому мы принимаем эту ответственность. Что еще можно сказать про кошек? Не, мне жалко кошек, я честно говорю. Может быть, кому-то в зале нужна кошка какая-то, да? Мы даем объявление сейчас, да. Нужна кошка, подходите. Спасайте кошек. А, сегодня время стекло. Хорошо. Тогда мы продолжим завтра. Вот тут еще вопросы на завтра будут. Завтра то, что я говорил, будет более практическая сторона уже этой темы. Мы рассмотрим. Сегодня мы должны закончить. Спасибо.